привет дорогие мои друзья спасибо что смотрите мой канал и часто задаете вопросы по ситуациям которые были у меня допустим недавно люди спрашивали у меня про банковский чек который можно обналичить через приложение в самом британском банке помните я показывала если кто не помнит смотрите в этом ролике к сожалению в тот раз мне не удалось его обналичить и пришлось поехать в лондон а вот недавно ну как недавно полгода назад где-то мне папа моей третьей семьи также прислал чек там что-то мне опять вернули по ипотеке наверное еще в течение 10 лет я буду получать какие-то возвраты и там было буквально 30 фунтов и он говорит что делать с этим чеком я говорю да ничего и приехать я к вам не смогу забрать его обналичить через вот этот вот а то есть приложение я тоже не могу то есть я даже не стала просить папу выслать его мне в россию чтобы попробовать обналичить опять же таки через это приложение потому что скорее всего не получится и вот как бы вот такой вот чек рифон написано да он был присоединен сюда это мой старый какой-то мне когда-то присылали тоже какие-то возвраты до спрашивали во всех ли банках работает я не знаю вот у меня есть халифакс в нем работает и в лойтс банке там тоже есть это приложение по поводу остальных британских банков я не в курсе поэтому смотрите сами надо просто зайти в ссылку другие опции что-то такое и там найти обналичить то есть называется вкладка это так депозит чек чеку и попробовать через приложение если вы находитесь в россии или где-то в другой стране и не можете зайти в банк великобритании и обналичить этот чек уже непосредственно у оператора как я это сделала в марте двадцатого года и вот что мне надо было делать с этим чеком на 30 фунтов я не знала и сказала папе ну ладно забейте оставьте просто так ну 30 фунтов это конечно не 500 который я тогда получила ездила специально чтобы обналичить поэтому как-то так начала конечно искать информацию как еще можно попробовать и нашла такую информацию может быть кому-то она тоже поможет смотрите мне пришлось попросить папу обналичить этот чек непосредственно в самом банке то есть мне халифакс прислал чек и у меня есть банковский счет в халифаксе но не знаю возможно и на другой банк можно положить на депозит этот чек и он пройдет потому что там же в чеке указаны все ваши реквизиты и фамилия и имя и адрес и скорее и по моему даже банковские данные карточки или счета и я говорю ну есть одна функция попробуйте ну так я тоже нарыла информацию в гугле как еще можно обналичить если говорю вас не затруднит когда вы будете там я знаю что на кенсингтоне есть халифакс вдруг проходить мимо положите его просто в конвертик на депозит и напишите мои данные то есть счет и сорт код то есть я ему написала номер моего счета и сорт код и ну имя фамилию он мои знает и для того чтобы положить деньги на счет или обналичить чек можно воспользоваться такой функции как бы отправка письма то есть там есть внутри банка такая машина куда можно вложить конвертик и отправить деньги на свой счет то есть в конвертик положить деньги непосредственно наличкой и отправить или положить в этот конвертик вот как раз таки чек и тоже отправить во внутреннюю почту то есть ну буквально как в почтовый ящик самого банка и это этот чек улетит туда то есть люди операторы или кто там этим занимается получат эту почту в конце дня разберут там наличку положат на банковский счет клиента надо указать просто номер счета и сорт код или посмотрят чек да этот эта сумма предназначается вот анастасии мишенко и вот ее данные номер счета и сорт код банка и все и она улетит к вам на счет и радостный папа через пару дней позвонил мне говорит вот я ходил на почту там зашел в халифакс отправил это все банковской почты и так скажем то есть положил на депозит мои 30 фунтов я посмотрела действительно 30 фунтов пришли мне на счет то есть вот так вот легко если как бы счет пришел вам на предыдущий адрес попробуйте попросить людей если вы получили это письмо значит люди с вами имеют связь попробуйте попросить этих людей зайти в один из бранчей бранч это офис офис вашего банка когда они там будут и и просто положить на депозит в конвертике вот этот вот счет написав туда ваши данные номер счета и сорт код вам не надо делиться никакими номерами банковских карт или проверочными паролями и так далее вам надо просто дать людям номер счета и сорт код который вы всегда даете если просите людей перевести вам что либо на счет никакой секретной информации для этого не требуется конечно если люди не очень так доброжелательно к вам относятся скорее всего они это не сделают ну или попробуйте предложить им сделать это за вознаграждение там 5-10 фунтов или 50 в зависимости от того сколько там денег у вас будет на чеки и может быть так вы разрешите ситуацию не выезжая для этого в великобританию надеюсь эта информация кому-нибудь поможет и буду делиться с вами другими полезными советами у меня их еще очень очень много пока на этом все не прощаюсь с вами до скорых встреч